В канун новогодних праздников Распадская угольная компания собрала семьи погибших шахтеров, подвели итоги уходящего года, наметили планы на будущее. Подробности в нашем сюжете. Подобные встречи уже традиционны. Так, в уходящем 2017-м семьи погибших шахтеров побывали в экоцентре Салаире и Зиньковском парке на Сплаве. Месяц назад отпраздновали День матери. На этот раз поводом для встречи стал приближающийся Новый год. От имени руководства Евраза, Распадская угольная компания, всего коллектива угольщиков, хочу искренне от всей души поздравить все семьи погибших шахтеров и вообще всех горожан города Междуреченска с наступающим Новым годом. Пусть он будет мирным, пусть он будет сытым, пусть он будет непроблемным и пусть всем вам живется в вашем городе тепло и уютно. Участники отмечают, такие мероприятия делают жизнь событийно насыщенной, помогают не на словах, а на деле почувствовать так необходимую поддержку друзей. Спасибо Евразу, они нас как-то сплотили, объединили, но иногда даже в трудную минуту помогают, так что, в общем-то, как бы сказать, мы благодарны им. Вытягивают из дома, мы вот летом ездили на Салаир, там тоже отдыхали, покупались, поэтому все равно какая-то помощь оказана и внимание, самое главное – внимание. Распадская угольная компания не оставляет семьи погибших шахтеров наедине с трудностями, постоянно оказывают поддержку, помогают поднимать детей, отдыхать и оздоравливаться. В этом году были предложены нам Крым, Анапа, Сочи, то есть отдых такой хороший, путевки были, и мы вот выбрали Крым, с дочерью отдохнули 14 дней, все было замечательно, и отели, и питание. Ну, еще раз повторюсь, забота очень хорошая со стороны Евраза. Нам, прямо знаете, это очень приятно. Подвели итоги уходящего года. Наметили планы на 2018-й. В следующем году шахтерские семьи ждет еще больше интересных мероприятий. Анна Забродина, Игорь Ковалев, Новости Плюс.